Приветствую любителей Москвы! Продолжаем мы с вами знакомиться с Большой Кольцевой Линией. Ну и сегодня одна из самых неинтересных станций Большой Кольцевой Линии. Ну и в целом, да, вот это станция метро Савелска. Вот вы видите, обратите внимание, это вот так оформлены путевые стены. То есть здесь уже просто вот, ну, полная деградация, когда уже даже строители вообще не потрудились хоть как-то вообще облицевать путевые стены, а просто остались тюбинги, как будто в туннеле. То есть такое впечатление, как будто ты находишься, ну, не на станции, да, как будто ты, как будто станция, она находится внутри туннеля. Но здесь еще как-то вот внутри центральный зал, все-таки есть какие-то, как видите, пилоны, облицованные мрамором, да. Вот, но с другой стороны, опять же, все в сером цвете. То есть вот, видите, все в серый цвет, он тут газ, серый, черный, ну, немножко в крапинке белого. Но в целом такое впечатление, вот станция все-таки больше такая серая. Ну и, конечно, какой-то особой темы тоже в этой станции нету. И если все-таки на Савеловской, да, на той станции, которые серые ветки метро, там все-таки хотя бы изображены поезда, там, да, хоть какие-то вставки есть, по крайней мере, то есть здесь уже даже этого нет. Ну, то есть вот станция фактически просто ни о чем чисто функциональная. Вот, ну и даже вот видите, с тюбингами на путевых стенах. Наверное, собственно, это и есть именно вот как таковая особенность этой вот станции метро, что, ну, фактически вот изображены почти как бы туннели, как будто вот ты находишься в туннеле, представляешь себе. Вот, что, конечно, не здорово явно. Вот, ну и станция, кстати, очень глубокая, ниже 60 метров под землей. Вот здесь такая большая транспортная развязка находится рядом с этой станцией метро. Ну, здесь видите, вот, значит, в таких вот проходах, да, к эскалаторам, вот, можно видеть тоже, как строили эту станцию, как бы повторение того, что вот мы видели на путевых стенах, те же тюбинги, те же всякие работы. Ну, эта тема, она, в принципе, уже не нова. На самом деле, я так сказать, она обыгрывается на многих станциях метро, на той же Селигерской, там, Верхний Лихобор и так далее. То есть вот эти, как бы вставляются такие вот фотографии, да, того, как строили эту станцию метро. Ну, опять же, непонятно, зачем, смысл-то в чем. То есть не знает, что больше поставить. То есть только такие можно фотографии сделать. Непонятно. Ну, здесь вот, видите, эскалаторы, вот такие вот тоже, как бы, сделаны светильники со светящимися дисками. Ну, опять же, эта тема, она тоже не новая. Сейчас такие вот подобные светильники, они, в принципе, тоже существуют. Ну, вот, ну, здесь, опять же, какая-то абракадабра, геометрия на потолке. Вот тут, в подземном вестибюле. Перед выходом в город тоже, вот, непонятная композиция. Ну, в общем, опять же, на мой взгляд, такая вот, конечно, выражение деградации определенной, конечно, какой-то умственной. Ну, здесь вот какая-то все-таки там, какой-то типа панно. И нарисовали, но его плохо видно, оно, как бы, не очень бросается в глаза. Ну, а выход идет, вот, в прошлый раз мы выходили, собственно, на площадь Савелского вокзала, которая была открыта в 1901 году. Вот, ну, сейчас и гуляли там, собственно говоря, вокруг вокзала, около, по этой площади, дальше по Бутырской улице. Ну, теперь давайте выйдем с другого выхода. Здесь два выхода в город. Ну, и, собственно, выйдем на улицу Нижняя Масловка. Ну, чтобы по одному и тому же маршруту не ходить, давайте пройдем по улице Нижняя Масловка. Не очень такой длинный. Туда выйдем на верхнюю Масловку. Ну, и дальше, собственно, туда уже в сторону. Метро Петровский парс идет где нам. Вот этот выход, да, и, соответственно, здесь же идет и вот там вокзал. Видите, дома девятиэтажные. И там, это, соответственно, у нас Бутырская улица. Да, вот Бутырская улица. Ну, вот там вот с той стороны вот выход, да, идет к Савеловскому вокзалу как раз. Здесь как раз эта улица Бутырская начинается. Ну, Бутырская, это понятно, по Бутырской слободе, которая здесь находилась, когда была пустошь Бутырка. Потом Бутырская слобода, Стрелецкая, потому что был Стрелецкий пол здесь находился. Вот, ну, и здесь находится транспортная развязка довольно большая. Вот, третьего транспортного кольца как раз с улицей Нижняя Масловка, также и с другой улицы, да, это Сучевский вал. Ну, и дальше там Бутырская улица, Новослободская, Бутырский вал. То есть тут очень много улиц отходит. Вот она многоуровневая развязка. Здесь такая большая тоже долго строилась. Ну, там строится бизнес-центр Стоун Тауэрс. Вот, там это на месте промзоны строится. Вот это же такой жилой, ну, фактически такой как бы бизнес-центр. Ну, а на реке апартаменты какие-нибудь будут и все такое. Вот, по сути, это застройка идет промзона улица Правда называется. Ну, вот мы выходим на, собственно, улицу Нижняя Масловка. Хотя, кстати, не очень понятно, почему эта улица называется Нижняя Масловка. Вот, никто этого не знает. Ну, то есть есть как бы два предположения, что либо тут какая-то была пустошь когда-то Маслова, то есть такая фамилия. Ну, когда-то еще известна эта местность, так сказать, с давних времен, где-то, по крайней мере, с 17 века. Ну, это вот опять традиционные ярмарки, которые Собянин везде ставит сейчас практически у каждой станции метро. Вот, то есть это как бы один вариант. Ну, либо, соответственно, был такой некий секретарь Маслов уже в 19 веке, не в 17, а в 19, который, вот, соответственно, организовывал Бутырский худ, опытное хозяйство, которое здесь находилось в конце 19, начале 20 веков. Ну, может быть, по нему назвали. Здесь вот идет пересечение с улицей Вятской. Кстати, тоже непонятно, почему называется Вятская. Вот, то есть то ли по городу Вятки. Ну, в принципе, да, направление такое, да, на Вятку, да, в сторону. Ну, все-таки, скорее, больше север, да. Ну, все равно север, северо-восток, это же там как раз вот Кировская область, бывшая Вятка. Вот, то есть может быть поэтому. Ну, а опять же, может быть и, соответственно, искаженное значение слова Вязка, Вязки, Вязь. То есть Вязки, как бы, какой-то рыхлый, может быть, грунты какие-то рыхлые. Ну, то есть, опять же, это как бы тайна, которая, наверное, скорее всего останется. Навсегда, вряд ли когда-то ее разгадают, почему так назвали улицу. Вот, ну, давно это уже было. В принципе, название известно еще с 19 века. Вот, аж как и Нижняя Масловка. Вот, поэтому трудно сказать, почему это. Вот, ну, мы сейчас с вами идем по одному из жилых домов. Немножко я ушел с шумной улицы Нижней Масловкой. Вот мы идем вдоль, по двору девятиэтажного дома, который фасадно выходит на проезжую часть. Ну, а это вот двор, чтобы как-то вот показать тоже, думаю, не только проезжую часть, которая так понятна, а еще и дворы. Ну, тут уже такая более-менее современная застройка, но она советская. Ну, такие дома, которые были построены где-то вот во второй половине шестьдесятых годов, то есть девятиэтажные, такие крепкие дома, кирпичные, которые, наверное, еще достаточно долго простоят. Вот, и тут таких домов достаточно много. Вот, поэтому в каком-то, может, интересе они не представляют, но, с другой стороны, такие дворики неплохие. Здесь вот. То есть такой контраст, да, там проезжая часть, жара, солнце, такое, да, вот там, конечно, пекло, плитка там, да, вот все такое. Вот, и вот буквально зашел за этот дом, и тут вот такой зеленый дворик, в общем-то, еще оставшийся. Вот, и намного тише, конечно. Нет такой же жары, все как-то так, тенечек. Ну, вот. Так вот, прошли. Здесь вот, называется, вот эта улица называется раздельно. Это тут, как таковая улица, в общем-то, по сути дела, нет, в общем, такой внутридомовой проезд, в принципе. Но, на самом деле, это улица, вот, где мы сейчас идем, вот эта улица называется раздельная. Вот, 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 вот эта идет улица, вот она. Видите, это называется улица раздельная. Вот, то есть она есть во всех классификаторах московских улиц, между прочим. Вот, ну, что значит раздельно? Она разделяла просто разные домовладения. Вот, это тоже старое еще название. Вот, и вот оно просто, как бы, граница между разными домами, местами разными владениями. Ну, название, конечно, такое немножко странное. Ну, вот так. Вот. Значит, ну, а это вот улица. Да, это тоже вот один из таких, как бы, просто проездов. По сути, безымянная такая вот улица. А это здесь вот находился кинотеатр Прага. Вот. Ну, как видим, сейчас тут строит райцентр Прага, снесет кинотеатр. Вот. И вместо него теперь строится очередной типовой райцентр, который строится полно. Снесли его в 2018 году, то есть 4 года назад. И до сих пор никак этот райцентр не построят. Вот. Причем, что интересно, заявляли, что тут будет, как бы, реконструкция, и что сохранится общий вид, ну, как бы, вид того кинотеатра Прага, который тут находился. На самом деле, конечно, ничего подобного. Ну, сами видите, что это обычный типовой абсолютно. Ну, что тут вообще-то кинотеатр Прага? Сохранить чего? Обычный типовой райцентр, который сейчас полно строится везде. Вот. Поэтому это все, конечно, вранье. Ну, вот. Ну, и хотели тут, ну, вроде как, планируют открыть кинотеатр, причем на 5 кинозлалов. Ну, это были планы еще тогда, когда начали строить. А сейчас, сами понимаете, какое положение с кинотеатрами после фактически, ну, запрета зарубежных кинопоказов, да, зарубежных фильмов. Ну, там их показывают, конечно, но это все как бы из-под полы так это все делают, как бы нелегально. Но все равно, конечно, это большой удар был по киноиндустрии, вот эти все меры, поэтому, не знаю, откроют ли здесь вообще кинозал хотя бы один, не говоря уж о 5 кинозалах. Вот. Ну, вот эта улица Башиловская тоже здесь выходит на Нижнюю Масловку. Ну, Башиловская, понятно, это по Башилову был такой достаточно известный общественный деятель в Москве, Башилов в 19 веке еще, который тут вот организовал сетку улиц, аллей, вот сделал театр и, так сказать, танцоплощадки в Петровском парке, который неподалеку отсюда находится, вот. Ну, и в честь него вот назвали одну из улиц, еще тоже в 19 веке. Вот там находится вот чуть подальше машиностроительное объединение Мнерумянцево, вот, которое, кстати, до сих пор работает, это тоже в промзоне улицы Прады называется, вот. И, соответственно, оно до сих пор работает, ну, почему работает, потому что, собственно, оно выпускает всякую, в общем-то, аппаратуру управления топливом в авиационных двигателях, вот. Ну, и всякие там дозирующие устройства, которые регулируют подачу топлива, вот. Поэтому, ну, сами понимаете, довольно такое стратегическое предприятие, оно, как бы, всегда считалось почтовым ящиком, ну, таким довольно закрытым режимным предприятием, вот, советских времен, вот. А вообще оно работает еще очень давно, еще с 1222 года. Вот, такое, как бы, ну, естественно, называлось оно по-разному, по-моему, знамя революции оно называлось в советское время, но сейчас вот зовут машиностроительное предприятие производственное объединение имени Румянцево. Вот. Так что, с той стороны, вот, находится промзона. Кстати говоря, здесь, видите, да, мы идем, как бы, по границе двух районов, она, это вот, и не только даже районов, а еще и округ, ну, да, районов, да. То есть, вот сейчас мы идем непосредственно по Савеловскому району, да, ну, как вот станция метро называется, Савеловск, это Савеловский район. А по ту сторону там идет промзона, где вот это машиностроительное предприятие, там тоже, ну, по другую сторону улицы, там, соответственно, беговой район тоже, это все, северный округ. А сама станция метро, она находится не только на границе двух районов, но еще и двух округов, потому что там по другой стороне находится Бутырский район, а это уже северо-восточный округ. Уже не северный, а северо-восточный. Вот это Савеловский, это северный район. Здесь, кстати, обратите внимание, вот по этой улице, вот Нижняя Масловка, там в середине находится такой сквер, вот, и этот сквер, вот, ну, это сейчас, вот, кстати, мы пересекли, это, соответственно, здесь уже Полтавская улица, ну, название, да, по городу Полтава, Полтава в Украине, но дело в том, что, вот это Полтавская улица, ну, дело в том, что, собственно говоря, причем тут Полтава, да, и причем тут Украина, это совсем разные же направления, это же север, да, Украина, Соответственно, это юг, ну, скорее, юго-запад, такое направление, запад, юго-запад. Вот, а дело в том, что здесь находился Стрелецкий полк, я уже говорил об этом, да, Бутырской слободе, вот, который как раз принимал участие в Полтавской битве, которая закончилась с Полтавского обеда. Это произошло в 1709, не то восьмом, не то в девятом году, но, в общем, при Петре Первом это произошло, начало 18 века. Вот, и, соответственно, поэтому тут так и назвали именно Полтавскую улицу, именно поэтому, не потому что это направление на город Полтаву, а потому что тут, в общем, был полк, который принимал участие в Полтавской битве. Ну, вот, как-то так. Вот, значит. Ну, а здесь вот Первая улица Бебеля. Ну, Бебель, это, конечно, это нечто, да, вот такие. Причем, это Первая улица Бебеля, а там еще есть, соответственно, еще есть... Вторая, третья. У нас еще всего три улицы Бебеля. Август Бебель, это был один из немецких революционеров, потому что стал демократов, но который, как бы, тоже считался предтечей революции 17-го года, поэтому в честь него и назвали аж целых три улицы в Москве. Так вот, я возвращусь к тому, что говорил, почему тут сквер находится, видите, вот здесь вот посередине, между двумя проезжим частями, да, вот этой улицы Нижнемасловка, потому что здесь ездили трамваи, и более того, здесь даже был трамвайный депо, строения которого до сих пор сохранились. Вот это Бутырский трамвайный парк. Вот по той стороне, там где-то как раз промзона, там еще сохранили строения конца 19-го, начала 20-го веков. Вот, и поэтому здесь вот ездили трамвай, но потом трамваи сняли, ну, довольно давно уже, и, соответственно, ну, скажем так, от них остался просто сквер. Вот, но он такой, скажем так, мало подходит для прогулок, больше такой, скажем так, как разделительная полоса. Вот, ну, вот все-таки сквер остался. Ну, здесь вот, здесь ничего интересного, в смысле домов, как бы, здесь ничего интересного в этом отношении нет. Обычные дома советские, в основном девятиэтажные. Вот, то есть они просто есть блочные, есть кирпичные, ну, преимущественно кирпичные, кое есть блочные, вот. А это вот уже опять, видите, новостройка, это строят апартаменты. Апартаменты, причем довольно давно их уже строят, но сейчас, видим, процесс активизировали. Когда-то пустырь тут был давно, из давних времен, заросший травой. Ну, вот, все-таки не имется людям, да, никак не могут застройщики успокоиться. Взяли вот, и еще построили апартаменты. Вот, вот, собственно говоря, Нижняя Масловка здесь и заканчивается. И мы переходим на Верхнюю Масловку, ну, и, наверное, Верхняя Масловка, в общем-то, многим известно, да. Вот, здесь Верхняя Масловка начинается, как именно городок художников. И, действительно, здесь, вот в этом месте, тоже когда-то была кинофабрика Ханжонкова, вот, которая делала разные кинофильмы, кинопродукцию производила. Вот, большой был комплекс, потом, соответственно, говоря, вроде как она сгорела, эта фабрика. Вот здесь, кстати, Петровско-Разумовский проезд идет. Вот он, да, Петровско-Разумовский. Ну, тут все понятно, Петровско-Разумовский, много названий, это все связано, конечно, с усадьбой Петровско-Разумовской, вот, которая названа по графам Разумовским, которого, собственно говоря, имя и владели. Ну, а Петровско связано с храмом Петра и Павла, который, соответственно, был некогда усадебным храмом, ну, а потом, соответственно, был снесен в советское время, естественно. Вот, а, кстати, здесь вот еще, видите, новый храм построили, вот тоже храм, причем храм Андрея Рублева, что интересно, деревянный храм, храм Андрея Рублева на Верхней Масловке. Вот, он был построен довольно быстро, в 2016 году. Ну, когда-то вот здесь находился, соответственно, тоже, почему Андрей Рублев, потому что городок художников, ну, вот, соответственно, решили сделать, поэтому он все-таки, Андрей Рублев-то был иконописом, ну, вот, тоже в каком-то смысле художником, ну, только иконы рисовал святых, преимущественно Господа Бога, Богородицы, ну, в общем, вот это, да, религиозное изображение. Ну, вот такой вид на улице Нижнемасловка, а это уже Верхняя Масловка, да, и вот этот дом, в частности, был построен в 1938 году, один из домов художников, то есть тут специально строили дома для художников, вот, специально с мастерскими, рассчитанными на то, чтобы они тут вместе жили и, соответственно, писали пейзажи рядом тут. Это вот строили дома с 30-х, ну, вот эти 30-х годов, дальше там есть 40-е, 50-е годы, их тут около, ну, сколько тут, по-моему, точно даже трудно сказать, ну, около десятка домов, ну, поменьше, ну, все-таки, на расстоянии домов, может быть, 6-7, вот, скорее, такое вот число, более-более, вот, и так вот они компактно находятся, здесь вот между Верхней Масловкой и, соответственно, Петровско-Зымовской аллеи. Ну, конечно, можно сказать, что рядом здесь как раз вот тогда открыли стадион «Динамо», вот, как раз в 28-м году, ну, и рядышком построили дома художников. И, конечно, может возникнуть вопрос, ну, как же в таком вот, в общем-то, густонаселенном районе дали дома художников, тут же совсем все не живописно. Дело в том, что 100 лет назад, когда давали художникам жилье, ну, или около 100 лет назад, чуть поменьше, здесь фактически было открытое пространство, то есть только-только построили стадион, ничего подобного того, что мы видим сейчас, то есть той застройки, которую мы видим, ведь тогда же не было советских домов, которые построили. И тут, в общем-то, были такие довольно живописные пейзажи. Вот, и вокруг была такая открытая местность, довольно живописная, много было зелени. Вот, и поэтому художники вполне могли себе, в общем-то, довольно так свободно и на большом пространстве трудиться, скажем так. Вот тут построили дома, а вокруг фактически был пустой пространство. Рядом Петровский парк, имейте в виду, да, тоже не забывайте про это, вот там чуть подальше. Вот, ну, и вот только-только стадион «Динамо», причем еще не тот, который сейчас вот мы видим современный, а еще такой совсем другой был советский стадион. Вот, еще до реконструкции, то есть он же не был таким хай-тековым, который сейчас построили. Вот, вон он все, это стадион, который мы сейчас видим. Это тоже открылся, да, в 2018 году, но это уже новый стадион. А тут идет строительство еще спортивных, соответственно, сооружений. Все никак тоже не успокоится. Там уже построили гостиничный апартаментный комплекс, вот, ВТБ, это самое, ВТБ Арена Парк, вот. Ну, это вот там вот, туда, вот в сторону, так сказать, где новый Башиловка, вон он, видите, он, вон он. Вот, а здесь еще все строят спортивные объекты, дворцы спорта там и так далее, то есть на месте тех объектов, которые раньше были, там, где бассейн был от «Динамо», наверное, многие помнят, да, в лихоатлетический манеж тоже был, тут вот находился, вот. Ну, и все, все снесли, и теперь строят новые. Ну, естественно, намного больше объекта, вот, понятное дело. Да еще к тому же, практически при полном отсутствии зелени, если там все было окружено парком, и вокруг было полно зелени, то теперь фактически все это строится, все голое. Одни сплошные строения, строения, строения. Что касается этого вот стадиона «Динамо», который мы видим, да, кстати, ну, какие художники здесь жили? Ну, здесь и Грабарь жил, в общем-то, довольно известные художники, и Матвеев, и Татлин, Чайков, Шеголь, Коршунов, Кибрик, Ряжский, Максимов, Йоганссон, Викулов, Низкий, ну, то есть далеко не последние советские, им, конечно, советские художники, понятное дело. Ну, ясное дело, не передвижники, конечно, такие не всемирно, может быть, известные, хотя, конечно, как сказать, отчасти советских художников даже и всемирно известны. Ну, в общем, довольно известные, да, в советское время. Сейчас, конечно, этот художников уже мало кто знает, ну, по крайней мере, большинство из них, вот, может быть, на слуху Грабарь там, да, Йоганссон, да и Тол, далеко не все знают. Ну, вот этот, наверное, самый известный дом художников, этот краснокирпичный. Вот, что касается стадиона «Динамо», да, вот это вот здесь, собственно, и заканчивается, вот этот городок художников, то есть начинается он там, вот в начале верхней мастерки, а это последний дом, дальше там уже тут обычные дома. Ну, сейчас, наверное, живут далеко не только художники и, наверное, другие люди. Что касается стадиона «Динамо» нового, да, ну, с одной стороны, конечно, можно сказать, ну, здорово, такой стадион вымахали там. Ну, во-первых, назвали его, конечно, ужасно, «ВТБ-арена», ну, это, конечно, название просто позорное какое-то. Зачем такое название? «ВТБ-арена», ой, вот, сразу банк. А, во-вторых, он фактически во многом представляет собой торговый центр. Там что только нет, каких только нет магазинов, рестораны, шоколадница, там кафе полно, всякие салоны связи и парикмахерские, там, ой, ну, каких только нет магазинов и ресторанов, и что только подобного. Поэтому там уже стал не только спорт, но там, не знаю, еще больше спорта, скажем так, или торговли в этом стадионе. Ну, в общем, так вот. Ну, все, опять же, на продажу, с торговли и так далее. Все, до новых встреч!